Питомник совхоза имени Ленина более 80 лет снабжает москвичей и жителей Подмосковья качественными саженцами. Заместитель директора по растеневодству, заслуженный агроном России, более чем с 40-летним стажем Зои Ивана Цитковская, рассказала нашему каналу ТВ-совхоз о особенностях сортов, выращенных для реализации в садовом центре, расположенном на Кашельском шоссе. Она показала процесс, как саженцы поступают с полей на прилаву. Везет кукурузу, населась. Сколько собрали? Может, Бог даст, сегодня уже закончим, но больше 9 тысяч тонн. План уже сделать, что они сказали, но отсюда вывозить очень проблематично, потому что грязь вывозим с полей, колеса грязные, нам надо на Кашельку выезжать, это сейчас все будет мыться. Видишь, стоит? Все мыться. Да, колеса, чтобы грязь не вывозить. В территории бывшего сорта участка здесь проходила сорта испытаний плодовых. Здесь вся моя молодость, вся жизнь прошла моя молодость. Сейчас очень мало питомников, которые занимаются врачами саженцами кладовых растений. Все как-то ушли на модное декоративное растение. Вот мы вчера ездили по Подмосковью, они же питомники, они же торговые центры. Я называть их не буду. Хорошие, хорошие торговые центры, но в основном торгуют, конечно, декоративными саженцами. Цены, конечно, заоблачные по сравнению с нашими. Вот. А я бы хотела сегодня, чтобы вы показали, какие у нас саженцы. Мы еще по нормальной технологии агрономической выращиваем саженцы через окулировку в открытом грунте. Вот сейчас мы посмотрим, какие у нас шикарные саженцы трехлетние, какая у них корневая система хорошая, какая крона сформированная. Такие саженцы трудно где будет найти, поэтому я бы хотела, чтобы эти саженцы продлили свою жизнь на дачных участках. Чтобы они радовали своими яблочками, грушами, сливами, вишнями наших жителей, граждан нашей страны. Тем более сейчас такое сложное положение. Вот. И хочу их пригласить, потому что дешевле и лучше по качеству нигде не найдут. Я вас уверяю. Во всяком случае в Подмосковье. Ну вот здесь как раз мы пришли на участок, где у нас растут трехлетние саженцы яблонь и груши. Вот. Видите, как сыро. Обычно мы выкапываем выкопочным плугом. У нас идет и, конечно, производительность выше и все. Но сейчас плуг не идет, потому что очень сыро. Трактор сносит. В сторону идет подрезание корней. И много получается нестандартных саженцев. Поэтому копаем, видите, экскаватором. Это медленно, но зато качественно. Это временный прикоп идет. Видите, сделали специально траншеи. Выкапываем. Сразу прикапываем саженцы до отправки на участок реализации в наш садовый центр. Чтобы, не дай бог, подсохла корневая система. Еще бы я хотела обратить внимание наших садоводов-любителей. Да они и сами, наверное, обратят внимание, что у нас саженцы с листьями. Это неправильно. Это неправильно. Всем говорю, купили саженцы. Обделите все листву. Потому что идет испарение через листьев. А насос, корни не работают. И дерево, конечно, сушается. Оно у вас будет и приживаться хуже. И в дальнейшем вам его реанимировать будет уже сложнее. Почему мы не обрываем листья? Раньше ведь, как в питомнике, школьники даже ходили. Вначале обрывали листья. Даже обрабатывали дефолиантом. А сейчас попробуйте, сейчас без листьев дайте в прикопы, в садовый центр. Не купят. Вот им пусть вялые, но листва тогда не купят. Если без листьев, ни за что не купят. Продолжение следует... Я бригадир питомника совхоза Ленина и Санина Надежда В данный момент мы сейчас копаем саженцы Яблони, груши, сливы Саженцы у нас очень хорошие Много сортов Такие, которые люди уже знают Мельба, Антоновка Но есть очень много новых сортов Которые нужно попробовать Рождественская, Вениаминовская Белорусские сорта, зимние, осенние Белорусские сорта у нас Олеся, Василина Очень хорошо, Зорка У нас даже в саду капельном Как бы уже растут эти яблони Выкопали мы сейчас мельбу Трехлетку Корневая система у нее Шикарная Само дерево Приходите, покупайте на реализацию Там девочки, все консультанты у нас Все объяснят, как посадить Какой сделать там ямку Вот у нас Антоновка Люди тоже очень многое спрашивают Антоновка наша, настоящая Антоновка Тоже трехлеточка Но также есть, если по желанию И двухлетка 20 сортов слива у нас только Есть и желтая, есть и с красным бочком И синяя слива По желанию Все сорта у нас есть На данный момент у нас пока сейчас Выкопано один сорт груши Это москвичка Это осеннюю, как она зимнюю Уже идет срок созревания Так у нас тоже более 20 сортов Груши В садовый центр приезжают садоводы Из разных уголков Московской области И ближайших регионов За рассадой, земляники Саженцами плодовых и декоративных растений Люди давно убедились в качестве посадочного материала И урожайности, испытанных годами сортов Поэтому возвращаются к нам снова и снова Скажите, первый раз покупаете здесь? Нет, не первый Не первый? Ну что, здесь хорошие саженцы? Доверяете? Хорошие, нормальные саженцы Мы доверяем Здесь проверенное место А уже что-то брали и выросло? Выросло Вишня карликовая такая небольшая Малина красивая Все, все хорошо Смородина красная и розовая Все, так что хорошее урожай Правая, в конце, в самом увидите Первый раз покупаете здесь? Нет, не первый А что вы уже покупали? Ну, много чего Вырастает? Нормально приживает? Да, конечно Все прижилось, сжималось Смородина Даже у кого-то много чего Почему решили покупать здесь? Всегда здесь покупаем Доверяете? Конечно Я вон клубники купила А мы и это Я рязанская сама Я с Рязанью в гости приехала Сейчас просто еду дачу ихнюю посмотреть Давно мечтала Ну и заодно заехали сюда Они тоже клубнику взяли Потом еще поехали Пошли что-то купить Это центр садовок Где продаются наши саженцы Саженцы, которые мы выкопали в питомнике И вот привезли Вот на такой телеке Мы привезли сюда Вот ребята разгружают Сейчас идет Разгрузка, сортировка Здесь они у нас принимают по качеству Причем очень серьезно Осматривают все агрономы, девчонки И потом прикапывают вот сюда Это прикоп на садовом центре Вот с этого прикопа и происходит продажа Нашим гражданам Вот здесь видите Сорт Стоит цена Картинка этого сорта Каждый видит Если груша Вот видите осеннее Сусова Видно уже какой это будет плод Какая его форма Какой окрас Конечно вкус картинки не попробуешь Но там написано Какого она вкуса Ну сейчас вот У нас груша Гала такие шикарные Видите? Груши Маленький дерево Нам листья не надо Ничего или нет? Я только сажаю Только вот сейчас вы купили Вот приедете Вот так Добраться до садового центра очень просто Общественным транспортом нужно доехать до станции метро Домодедовская Выйти из первого вагона от центра На автобусе номер 364-367 Добраться до остановки рынок строительных материалов Подкова Она по счету третья Пройти в сторону области до заправки Татнефть За ней вход в садовый центр Для людей желающих приехать на своем личном транспорте Есть удобная парковка Режим работы садового центра с понедельника по субботу с 8 до 18 А в воскресенье с 8 до 17 Без перерыва на обед С вами был Дмитрий Муртышенко, ТВ Совхоз До скорых встреч Не забывайте подписываться на наш канал Ставить лайки Писать комментарии И распространять это видео в себя в социальных сетях Спасибо Вот скажем Давай дебоком